Крутой маршрут Потемнело, затянуло немножко окна и небо, и, в общем-то, всё-всё-всё причитающееся грозовыми такими тучами, да и погромыхало уже пару раз, поэтому, если вы вдруг где-нибудь там на улице, искренне вам совет спрятаться подальше и не высовываться некоторое время. Мало ли что в эту грозу произойдёт. Кстати, о том, что делать в грозу, наверное, нам как никто может рассказать. Наш сегодняшний гость и традиционный гость, который приходит в гости... Нет, не по утрам, друзья, нет. Каждый вторник вечером, и даже не вечером, в среду, да, каждый вторник мы начинаем в 16.00 вместе с крутым маршрутом нашу еженедельную рубрику вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Итак, у нас друзья в гостях. Заместитель начальника отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС, подполковник Коляда Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич, здрасте вам. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно находиться снова в студии. Готов вас выслушать и что-нибудь вам рассказать. Ну, кстати, вот выслушать и рассказать, на 9.9.0.0 можно и нужно писать вопросы, также можете заходить в нашу официальную группу ВКонтакте, также там есть соответствующая тема, в которой можно задавать вопросы. Любые вопросы, которые вас интересуют касательно деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, личной жизни Юрия Геннадьевича, возможно, каких-то моментов, ну, необходимостей служебных. В общем, обо всем можно писать, спрашивать, не стесняясь, либо на 9.9.0.0, либо в нашу официальную группу ВКонтакте. Ну, и вот раз уж я тут красочно расплескался, да, на тему погоды, на тему грозового неба, и не начало мая вроде бы как, но вот обещает нам и прогноз погоды, говорил об этом, и Мария Демчук рассказывала, и все причитающиеся, сопутствующие моменты уже присутствуют грозового неба. Что вообще делать? Является ли гроза вообще чрезвычайной ситуацией, и нужно ли каким-то образом на это реагировать специально? Вот, Юрий Геннадьевич, расскажите нам, пожалуйста. Да, Данила, я скажу, ты правильно уже изначально заметил, что надо спрятаться и не высовываться. Ну, алгоритм такой вообще. Во время грозы и сильного ветра лучше всего укрываться в жилых, конечно, домах и других каких-то либо зданиях. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, вот, веткими навесами тоже не стоит находиться. Если, конечно же, уже рядом надежного укрытия какого нету, и вы где-то оказались, может быть, в поле, может, прогуливались, может, гуляли там, и бежать-то уже некуда, поэтому алгоритм действий таков, что бежать действительно не стоит, а надо присесть на корточке и переждать желательно вот это вот стихийное такое вот бедствие. И обязательно тоже, обязательно надо выключать мобильный телефон. Вот как. А вот, кстати, обо всем знал, о моментах, там, бежать нельзя, нельзя стоять под открытым небом, нельзя там прятаться под одинокими деревьями, а вот с мобильными телефонами, честно говоря, первый раз сталкиваюсь с такой информацией. Это так, так как радиоволны, как вот читают наши специалисты, вообще способствуют притягиванию, как бы, вот таких вот уже разрядов. Ну и, друзья, интересуйтесь и вы, задавайте свои вопросы на 9900, пишите в наш смс-портал к вашим услугам, к вашим услугам также наша официальная группа ВКонтакте, туда также можно отправлять свои вопросы, ну и я напомню, у нас в гостях подполковник Министерства по чрезвычайным ситуациям Коляда Юрий Геннадьевич. Крутой маршрут. Нам по пути. Да, по-настоящему грозовая погода грохочет, правда, не видно пока, с какой стороны сверкает, но и потемнело, знаете ли, знатно в городе Бресте и, в общем-то, начало накрапывать. К чему это все ведет, непонятно пока, но будем ориентироваться по погоде и будем вести себя по этой погоде соответственно. У меня личный вопрос возник, вот вследствие того, что мы обсудили буквально недавно с нашим сегодняшним гостем, действия при, грубо говоря, грозе, да, что дело при грозе, если мы вдруг оказались на улице, раз уж есть и такие инструкции у Министерства по чрезвычайным ситуациям, как вести себя в подобной ситуации, какие же вообще сферы деятельности затрагивает МЧС-то? Мы просто привыкли, наверное, простые обыватели, что, ну, МЧС, МЧС-101 и 101, звоним, приезжают на пожар, тушат бравые ребята в спецаммуниции с большим количеством воды или спецсредств для тушения, или жидкостей различных, или не только жидкостей. Вообще, чем занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям? Что же это за организация-то такая загадочная-то теперь? Вообще, Министерство по чрезвычайным ситуациям занимается очень многим. Хочу, если уже так немножко коснуться данной темы, я хотел бы, очень просто, многие задают вопрос, почему МЧС и не пожарная служба? Очень распространенный вопрос, а дальше мы вернемся, Данила, к вашему вопросу. Ну и вот, немножечко скажу по этому поводу. 1853 год вообще была создана пожарная служба Беларуси. Вот, ну, это первое упоминание, поэтому, ну, как бы вот в этом году мы и подумали, что не то, что мы, а наши предшественники, наши сотрудники, которые работали немножко раньше, решили организовать вот в 1853 году, сделать днем основания пожарной службы. Но, и вот до совсем-совсем недавнего времени мы все были пожарными. Пожарными были до 99-го года. И вот 19 января 99-го года, 1999 года, было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. И все, все пожарные из состава, из состава мы относились к Министерству внутренних дел, перекочевали в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Соответственно, Министерство по чрезвычайным ситуациям, и все мы там оказались уже не пожарными, а спасателями, и начали называться, начали, то есть, зваться спасателями. И 19 января у нас теперь ежегодно есть наш профессиональный праздник, это День спасателя, который мы всегда отмечаем. И не забываем, конечно же, про 25 июля, который был изначально основанием, то есть, организации пожарной службы в Беларуси, мы тоже всегда его очень красиво проводим. То есть, люди приходят к нам в парк, мы там показываем выступления, различные концерты, и вот так вот проходят наши веселые праздники. Но, если же уже коснуться вопроса, чем мы занимаемся, занимаемся мы очень многим. То есть, у нас есть и водолазная служба, и химическая служба, и инженерная служба, которая способна разбирать здания, то есть, либо завалы при взрывах, то есть, мы можем спасать из потерпевших, из различных завалов, как я уже сказал. Вот, так что, ну, медицинская у нас служба тоже имеется, у нас есть кинологическая служба. О, как у нас гримит. Пойду-ка я, пожалуй, окна закрою в студию, да, вы пока продолжайте рассказывать. Вот, поэтому вот такими, ну, такими вот разноплановыми делами мы занимаемся. Вообще, если коснуться непосредственно города Бреста, у нас в городе Бресте есть четыре городских части пожарных, они находятся в различных районах города Бреста, есть районная часть, которая находится в районе аэропорта, она непосредственно занимается тушением и ликвидацией различных ситуаций по Брестскому району. И самый главный отряд, это у нас пожарно-аварийно-спасательный отряд, который находится на лейтенанта Рябцева. Вот там-то и находятся вот эти все специализированные службы. Это и водолазы, и кинологи, и медики. Вот это все сосредоточено на лейтенанта Рябцева, 54. Ну, не знаю, друзья, как для вас, для меня лично вот сегодняшняя беседа становится каким-то откровением и большим количеством открытий новостей. Ну, у нас есть несколько вопросов на нашем смс-портале, мы на них ответим буквально вот через одну музыкальную композицию. Я думаю, совсем ненадолго прервемся. Дан Балан, прямо сейчас, друзья, встречайте. Итак, обещали обратить внимание на наш смс-портал, спрашивают, расскажите, что дает громоотвод и как его используют. А еще, как использовать заземление и все это в домашних условиях. Спасибо, сразу говорят. Ну, по-моему, все очевидно понятно, или, может, это только для меня понятно. Для чего громоотвод? Громоотвод мы выставляем в специальный штырь, который находится выше конька дома, к примеру, в который попадает молния, если не дай бог она туда попадает, конечно. И по, насколько я помню, по оцинкованному проводу обязательно должно идти не менее 0,8 миллиметров. 0,8 миллиметров. 0,8 сантиметров, наверное. 0,8 миллиметров. 0,8 миллиметров, да. 8 миллиметров, да, 8 миллиметров, который идет непосредственно этот провод в землю. В земле, естественно, опять же, вот был вопрос все про заземление. Устанавливается заземление. Это такие штыри, которые вбиваются в землю. Для того, чтобы по этим штырям, по этому проводу электрический разряд ушел непосредственно в землю, а не повредил вам что-либо вообще в вашем жилище. Вот такой примерно расклад получается. Ну, и заземление это примерно тот же громоотвод, только не для молнии, попадающей в ваш дом, а для перегрузок в электрических сетях, чтобы не приводка горела у вас, а, в общем-то, уходил весь лишний разряд. Ну, и спрашивают еще у нас, что делать, если в окно залетела шаровая молния? Ну, честно говоря, в интернете много на эту тему шутливых ответов. Типа, для начала придумайте, куда деть сгоревшую мебель и как быстро приедут пожарные на вызов ваш. Вот, ну, а вообще, насколько я понимаю, не делать резких движений и ждать, пока она исчезнет, потому что жизнь у молний не такая уж большая, шаровых вам около минуты они держатся. Есть какая-то вот информация у МЧС вообще по шаровым молниям? Ну, вот что, по шаровой молнии, скажу, что я уже 17 лет служу непосредственно МЧС, из них 12 лет занимался ликвидацией различных чрезвычайных ситуаций. В моей практике такого еще не было, как бы, действительно, но если, да, посмотреть из, не рассказов, как бы, а из планов действий, алгоритмов действий, то действительно не надо двигаться быстро, а если двигаться, то очень-очень медленно и выходить, стараться, конечно же, подальше от этой данной шаровой молнии. Тогда, я думаю, что она вас минет. Итак, друзья, напомню еще раз, у нас в гостях сегодня заместитель начальника отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС подполковник Галяда Юрий Геннадьевич. Свои вопросы можно задавать на наш смс-портал на 9900, присылать их, ну, или же пишите в соответствующую тему в нашей официальной группе ВКонтакте. Крутой маршрут. Нам по пути. Итак, продолжаем крутой маршрут. Есть у нас еще один вопрос на нашем смс-портале, спрашивают наши слушатели, алгоритм действия людей при чрезвычайных ситуациях понятен, а вот какой алгоритм действия используется самими работниками МЧС, спрашивают. Ну, имеется в виду, скорее всего, вот поступил звонок в Министерство по чрезвычайным ситуациям, по номеру 101, вызывают на какое-то событие, вот, произошло что-то такое чрезвычайно плохое, нужно срочно ехать спасать. Что происходит вообще? Кто принимает звонок? Куда дальше отправляется? Кто выезжает на эти самые чрезвычайные, опять же, ситуации? Расскажите, пожалуйста, очень интересно нашим слушателям. Да-да, у нас есть центр оперативного управления, который непосредственно принимает все звонки, которые идут с телефона 101. Вот, это у нас находится центр оперативного управления на краснознаменное действие, это пожарная часть на набережной, там же находится наше управление, там же и центр оперативного управления. После чего, выслушав, кстати, когда мы, дорогие наши друзья, если кто-то звонит на номер 101 и что-то случилось, обязательно надо представиться, конечно же, это раз, и назвать свою фамилию, что точно горит, и не паниковать, не кричать, потому что человек, принимающий этот вызов, должен точно знать, что у вас происходит. Ну и вот, допустим, мы приняли вызов, конечно же. Теперь он, наш диспетчер, который непосредственно принял этот вызов, распределяет, то есть переадресовывает этот звонок на ту часть, которая находится ближе к вашей чрезвычайной ситуации. Вот, там тоже в каждой части у нас есть пункт связи части, в которой тоже сидит диспетчер, и пока он принимает этот вызов, уже звонок тревоги дежурному карулу сработал. То есть с момента получения сигнала до выезда пожарного автомобиля проходит 30 секунд. Ну а уже до любой точки в городе Бресте они могут добраться не позднее 5 минут. Вот так вот. И когда уже этот пожарный боевой расчет едет непосредственно в автомобиле, по радиостанции, он уточняет какие-то нюансы, какие-то вопросы по сложившейся ситуации, чтобы приехать и быть уже осведомленным. Там есть ли там люди, отключено ли электричество, есть ли какие-то баллоны. То есть очень множество различных вопросов они уточняют по ходу движения. А кто входит в состав пожарного расчета? В состав пожарного расчета входит начальник... Ну, как правило, если мы возьмем среднюю часть по городу Бреста, это порядка 10 человек, 10-12 человек там дежурит. Это начальник смены дежурной, это водители и непосредственно бойцы. Вот. Что я хочу, кстати, хочу отметить про начальник смены. Может быть, в каких-то структурах начальник смены это является непосредственно руководителем и показывает, что делать. То здесь начальник смены отличается тем, что он не только показывает, что делает, но и первый в сложившуюся страшную ситуацию, будто пожар, будто что-то еще, идет в огонь первым. Одевая себе на плечи аппарат на сжатом воздухе и ведет непосредственно звено тех людей, которые идут спасать жизни. — А еще вот вопрос интересный у меня возник. Я так понимаю, пожарный расчет во время несения боевого дежурства, правильно, это же так у вас называется, он не сидит, грубо говоря, в какой-то определенной комнате и не ждет того самого заветного вызова, когда нужно срочно лететь и спасать людей. Я так понимаю, что во время боевого дежурства расчет занимается какими-то еще задачами. — Да, я сейчас расскажу. Вообще по территории Беларуси у нас получаются три караула. Это первый, второй и третий. То есть, если в Бресте заступил первый караул, он же и в Витебске тоже заступил первым. Вот, заступают на 24 часа в сутки. В 8 утра заступают, в 8 утра сменяются. Как происходит непосредственно несение службы, это есть распорядок дня, что в каждый час пожарные занимаются тем или иными вопросами. Ну, допустим, с 8 до 9 это смена дежурства, естественно, принимают ПТВ, пожарно-техническое вооружение и так далее и тому подобное. После этого идет время самоподготовки либо проведения каких-то тренировочных занятий. То есть, ну, отрабатывают навыки пожарного дела. Это может быть и с выездом на объекты, смотреть, изучать непосредственно входы и выходы на какие-то объекты, либо просто заниматься каким-то чтением лекций, то есть, изучать какие-то материалы. После обеда, как и все мы, то есть, домашние, это, по сути, пожарная часть, это какой-то, в какой-то степени дом для пожарных, поэтому надо где-то что-то и прибраться, должны быть какие-то работы по непосредственно нужным части. Вот. После чего наступает вечер, конечно же, у пожарных тоже есть свободное время. Свободное время, где можно просмотреть передачи или почитать какие-то книги. Ну, сон, сон всегда у пожарных разбит. Они спят не так уж и много. Порядка четырех часов приходится на душу одного пожарного в сутки. Потому что они... В те самые боевые сутки. Да, да, да. Потому что кто-то постоянно, то есть, меняются диспетчерами, идет смена, ну, непосредственно пожарных, смена несения дежурной службы на фасаде части, то есть, смотрят все, что было в порядке, так как все-таки в боксах и автомобилей, различные, очень много ПТВ. То есть, в какой-то степени и охрана пожарная часть самой. Вот так вот и происходит непосредственно дежурство. Конечно же, есть еще много других заданий. Это таких, как проверка ПТВ. То есть, за каждым караулом закреплено очень-очень много еще непосредственно других обязанностей. Ну что, друзья, совсем скоро продолжим. Ну и также совсем скоро будем уже завершать нашу беседу с нашим сегодняшним гостем. От вас жду по-прежнему ваши вопросы. СМС-сообщение на наш СМС-портал на 9900 или в нашу официальную группу ВКонтакте. Напомню, у нас сегодня заместитель начальника отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС, подполковник Коляда Юрий Геннадьевич. Вот смотрю я прямо сейчас за окном и, ну, вижу, ну, темно, ну, накрапывает дождь. Ну, может, ветер немножко поднялся, ну, затянуло небо тучами. Тут же гляжу в монитор своего рабочего компьютера, вижу улицу Интернациональную, фотографию нашего хорошего друга Олега Голоса, и он пишет о том, что в Бресте прошел ливень с градом. Где-то в Бресте, оказывается, прошел, да. И долгожданное тепло вновь сменилось непогодой, но здорово посвежело. Ну, и, кстати, вот про посвежело и про потеплело. Наверное, снова станет немножко актуальной проблемой, насчет которой у нас и прилетел здесь вот вопрос. Екатерина спрашивает, можно ли сжигать ветки или ствол во дворе частного дома? Спасибо, пишет она. Что делать? Как? Как поступать? Столько уже об этом говорилось? Давайте повторим еще раз. Да-да-да, столько уже говорили об этом, даже я на этом месте несколько раз уже повторял про эту ситуацию. Ну, хорошо, раз вопрос такой есть, значит, еще раз повторюсь. Сжигать листья можно, но не ближе 15 метров от капитальных строений. И обязательно под присмотром хозяина или того человека, который непосредственно этим делом занимается. И если, когда придет наш пожарный инспектор, не будет рядом наблюдателя за этим маленьким костерчиком, можно получить штраф. Причем штрафы, да, очень неслабые. Мы там считали, до 8 миллионов у нас получалось. Сейчас, если я не ошибаюсь, можно было получить штраф за вот сжигание вот этих всех растительностей остаточных. Ну что, на этом наш эфир будет потихонечку заканчиваться. Будем прощаться с нашим сегодняшним гостем. Предоставим ему в обязательном порядке, конечно же, последнее итоговое слово. Напутственное слово, так сказать. Ну, давайте, наверное, все-таки о актуальном, о майских праздниках. Да, сейчас, ребята, наступают праздники у нас. Вот. Многие люди поедут в леса, на природу отдыхать. Я попрошу, не жгите, пожалуйста, костерчики не в тех местах, которые не отведены специально для этого. Вот. Тем самым мы, наверное, сбережем природу, ну и себя. Будьте внимательны и осторожны, присоединяйтесь к нам ровно через неделю, следующий вторник. Обязательно к нам в гости придет наш сегодняшний гость. Опять же, это заместитель начальника отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС, подполковник Коляда Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич, спасибо вам огромное, счастливо и до свидания. До скорых встреч.